Продуктам местного производства станет проще попасть на полки крупных супермаркетов. Соглашение об их продвижении подписано между Краевым сельскохозяйственным фондом, Дальневосточной ассоциацией предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и отдельными торговыми сетями края. Все подробности в репортаже Арины Салдатенковой. В Думе официальных приемов в Хабаровске гастрономическое изобилие. Свою продукцию представили 29 местных производителей. Некоторые сделали ставку на импортозамещение. У нас кола очень вкусная получилась, как настоящая. У нас есть четыре вида мелкисов. Классический, это с персиком. Одна из компаний пошла другим путем. Занялась правильным питанием. Производит сухие завтраки, арахисовую пасту, смеси семян. Есть желание увеличить объемы продаж, но супермаркеты пока отдают предпочтение раскрученным брендам. Производители ПП надеются, что ситуацию изменит трехстороннее соглашение. Которое заключено между Дальневосточной ассоциацией предприятий пищевой промышленности, торговыми сетями и краевым сельскохозяйственным фондом. Возможно, конечно, появятся еще дополнительные контракты. Возможно, часть магазинов расширит нашу линейку, потому что действительно есть ограничения на ввод новых позиций. Потому что полки ограничены на данный момент. И высокая конкуренция с западными производителями. Сейчас в регионе развиты несколько каналов сбыта местной продукции. В том числе ярмарка выходного дня и фермерские островки. Кроме того, с прошлого года производители продвигают свои товары с помощью проекта «Выбирай свое». Продукция, выпущенная в крае, на полках выделяется специальным стикером. В рамках соглашения ассоциация сможет помочь компаниям попасть на полки сетей по так называемому «зеленому коридору». Упрощенный договор, который может заключаться в том числе в течение пяти дней, без каких-то там лишних проволочек. Чтобы вы понимали, что особенно с крупными федеральными сетями заключение договора от полугода. В свою очередь, краевое правительство, как участник соглашения, обязуется контролировать цены, которые устанавливают сетевики. Иногда мы видим, что конечная цена, она очень сильно отличается от закупочной, оптовой цены. И вот эти вещи должны регулироваться, чтобы наценка торговая была на определенном уровне, чтобы люди не переплачивали. В Хабаровском крае больше 750 сельхозорганизаций, фермерских хозяйств и предприятий пищевой промышленности, которые обеспечивают регион своей продукцией. В ассортименте местных производителей уже насчитывается около 1700 видов товаров.